Подражают лекарства. После 1 июля жизненно важные медикаменты могут вырасти в цене сразу на 16%. Подробнее об этом, а также о других законодательных инициативах в обзорном материале программы. Сумму в 4 миллиарда рублей на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение или строительство жилья утвердило правительство Российской Федерации в 2015 году. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Субсидии предоставят в рамках программы обеспечения жильем молодых семей. Теперь супружеские пары, у которых нет детей, но нуждающиеся в улучшении жилищных условий, получат выплаты на приобретение жилья в размере не менее 30% стоимости квартиры. И не менее 35% государство предоставляет для молодых семей, воспитывающих одного или более ребенка. В рамках реализации подпрограммы в 2015 году с использованием средств государственной поддержки смогут улучшить жилищные условия почти 19 тысяч молодых семей. Медикаменты станут дороже. Жизненно важные лекарства могут вырасти в цене сразу на 16% после 1 июля. С такими прогнозами выступили эксперты высшей школы экономики. Ожидаемый рост они объясняют новыми полномочиями Минздрава. Меньше чем через месяц стоимость лекарств проиндексируют в соответствии с темпом инфляции. Так на 30% вырастут цены производителей жизненно важных лекарств, стоимость которых ниже 50 рублей. Связано это с тем, что они находятся в убытке. Те медикаменты, которые стоят от 50 до 500 рублей, подорожают на уровне прошлогодней инфляции. По старой цене пока можно будет приобрести лекарства, стоимость которых превышает 500 рублей за упаковку. Напомним, это не первое повышение цен в текущем году. С января по апрель жизненно важные препараты в России уже подорожали на 8,9%. Кока-Кола и Пепси в скором времени могут пропасть с прилавков российских магазинов. Запретить в нашу страну ввоз американских напитков инициировали депутаты Госдумы. Своё предложение народные избранники мотивируют тем, что производители газировки являются спонсорами основных политических сил США. Ещё одним аргументом против заморских напитков является то, что они губительно сказываются на здоровье нации. Аналогов им в нашей стране пока нет. По словам президента Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод, производство газировки компании Кока-Кола и Пепси из отечественных ингредиентов невозможно. В связи с тем, что концентраты готовят по секретной рецептуре, наиболее вероятно, что российские заводы будут закрыты в случае применения санкций компаниям. Продолжение следует...